Мне вот интересно, друзья, знали ли ЦРУшники американские, что на Пригожина готовится теракт, ну, убийство Пригожина. И если не знали, то грош им цена, этим байденовским дармоедам-ЦРУшникам. Это первое. Второе. Если они знали, но не предупредили Пригожина, это значит два сценария или чуть ли не три. Это что Пригожин отказался или вообще не хотел сотрудничать с этими ЦРУшниками. Значит, или же, может, если и хотел, то Байдену, Бернсу и там еще кому-то ЦРУшникам он не нужен Пригожин. Пусть Китай забирает Африку. Он уже вложил 120 миллиардов баксов в эту Африку. И пускай он ее забирает. Не надо, чтобы Пригожин там почмаривал Китай, почмаривал французов. Не надо. Значит, пусть Китай забирает Африку. Вот так вот думают байденовские ЦРУшники или сам Байден. Враг Америки и Украины. Чмарит оружие, значит враг ворует бабки на оружие, которое предназначено для Украины, чтобы освободить земли и поубивать больше орок. Потому что они же по-другому не собираются. Они хотят убить Украину. Ну это понятно. Банальные вещи. Значит, может этим Байден сдал Путину Пригожина. Потому что Путин хотел его убить, потому что это злобный контент, неправильный контент и вражеский для Путина контент на России. Так как он высказался против войны, против Путина и против коррупции. То есть все практически чуть ли не то, что высказывал Навальный. Значит, получается Байден со своей сворой так званых ЦРУшников или помогает Путину, помогает убирать ненужных Путину, вредных для Путина людей, контент, целую идею, идеологию антипутиновскую на России, которая делает заговор, мятеж против Путина, чуть ли не второй Пугачев. И он убирает свободно этих людей. А ЦРУшники то ли не знают об этом, то ли замалчивают, чморят и спи-працуют с этим бенкартом мира. У Тятина. Вот такая хрень выходит, получается, на сегодняшний день с Пригожиным. Если он, конечно, не жив, если он удачно не свалил, подставил двойника своего, без головы, всадника без головы, а где Уткин тогда, может, вместе с Уткиным на пластическую операцию поехал. Ну, то есть, этих версий полно. Но пока можно верить Фейгану, старается. Слава Богу, уже без Арестовича, уже вот так вот, уже набрыдлы, вот эти все эти посиделки, бенефисы с Арестовичем. Фейган расслабился. А нам это не нужно, чтобы Фейган расслаблялся. Нам нужно, чтобы он был бойцом. Вперед. С песней. Субтитры создавал DimaTorzok